Меня зовут Кирилл Климов. Сегодня я буду рассказывать о всяких социальных эффектах и числах. Сейчас чуть-чуть детальнее про это расскажу. Смотрите, я начинал свою карьеру в IT с технической стороны. И, как и всем технорям, там все достаточно алгоритмизируемо и понятно. И на тех этапах мне казалось все эти soft, так называемые skills, и все вокруг этого связано какой-то вообще темным лесом, с одной стороны непостижимым, с другой стороны неразбиваемым навыком. Понятно, что это не так, но мне было интересно, когда я, собственно, готовил этот слаг, и вообще когда задумывался над темой этого выступления, показать какие-то эмпирические, в основном, законы существующие, которые как-то описывают всевозможные социальные взаимодействия в группах, чуть-чуть психологию, наверное, сегодня как днем. Вот, собственно, возможно, вот, как я сейчас понимаю, мне присутствие хоть каких-то законов и цифр немного, собственно, на пути помогало. Я как-то систематизировал, я сегодня вам расскажу и покажу. Собственно, смотрите, у этого доклада нет какой-то одной центральной мысли, которой я буду пытаться вас привести и, собственно, ее вам показать. Тут есть набор достаточно точища всевозможных интересных идей. Каких-то, возможно, вы уже слышали, а каких-то, я надеюсь, какие-то для вас будут новые. Вот, я хотел бы это, собственно, рассказать и надеюсь, что каждый сможет почерпнуть какие-то. Почти со всеми я старался приводить ссылки для того, чтобы впоследствии, кому будет интересно, смотреть, собственно, покопать и изучить это дальше. Опять же, везде, где вы увидите ссылки, они рабочие слайды будут доступны. Ну, давайте начинать. Первое, для простоты старта, так называемое число донбара, 150, я думаю, о нем многие слышали. Кто слышал? Классно. Да, смотрите, это... О, кто-то слышал, скорей. Это так называемое число максимальных социальных связей, которые может человек держать в голове. То есть это максимальный размер группы, с которой вы можете эффективно общаться, понимая вообще, о ком и с кем вы общаетесь, о ком идет речь. Собственно, откуда оно удалось? Это исследование проведено на донбара. Получилось достаточно интересно, как по мне и просто. Он сделал следующее. Он исследовал группы приматов по размерам, то есть в каких группах по размерам существуют живут приматы. А потом эти данные, обобщенные, он экстраполировал на людей, просто сравнивая объем неаккортикса, это та часть головного мозга, которая соответствует, та часть головного мозга, которая ответственна за хранение этой информации. Вот, собственно, так просто он получил эту цифру 150, и это, надо сказать, что это максимальный предел, то есть это верхняя граница. Что, собственно, тут еще? Проводились разные исследования, я встречался с исследованиями по Твиттеру, да, то есть исследование, собственно, было о том, как, ну, какое количество, вот с каким количеством людей вы там эффективно можете общаться в Твиттере. И там получалось, там было два круга, один максимально там был очень больше 50, а вот эффективно с теми, с кем вы более-менее часто общаетесь, он получался меньше 100. А второе интересное исследование было, это про размер кланов в онлайн-стратегии, то есть онлайн игры, и, собственно, размер кланов там, и там тоже получалось игру порядка 60. То есть 150 – это явно верхний предел. Теперь, опять, вы смотрите, вот когда я слышал 150, я подумал, вот это кажется очень странным, как бы в маленьком число. Вот кому из вас сейчас кажется, что 150 – это как занижено, и вы, наверное, помните большее количество людей? Ну, лучше надо. О, вот кто-то есть, спасибо. Ну, вот, опять же, мне казалось, что это совсем немного. На досуге, если у вас будет время и желание, можете провести достаточно простой следующий эксперимент. Берете там, не знаю, любую социальную сеть, которую вы пользуетесь по выбору, в которой вы добавляете контакты, если не совсем бездумно, но где, в общем, есть хотя бы 300 человек. И задание на черный пояс – это по фотографиям понять имена фамилии людей. А задание на зеленый пояс, если первые не осилили, уже зная все имена фамилии, это вспомнить, кто это и как бы познакомиться. И вот задание достаточно интересное, потому что оно быстро приводит к тому, что 150 уже не кажется таким нереальным. Зачем это нам? Естественно, во всех этих числах законов мы будем приходить к команду. Вообще, на самом деле, это план в большой степени построения команды и работы в организации. Хоть, наверное, сразу это, может быть, и не видно. Так вот, опять же-таки, понимание этого парка может нам помочь. Тем, что, наверное, бороться… Понятно, что, наверное, эту память можно развить. И если там постоянно вы проходитесь, вспоминаете, то можно никогда не думать больше. Это каждый вопрос – зачем нужно это? Отдавать себе счету – это в раз. И я не думаю, что у многих стоит этот вопрос в организации. Но если он стоит, то, опять же-таки, помнить об этом нужно. И если вам действительно по работе нужно общаться с очень большим количеством людей, помните, что там есть эффективный предел. С одной стороны, с другой стороны, если у вас большая организация, то важно понимать, что, несмотря на то, что у вас там, не знаю, вот люди контакта, в принципе, многое, вы их даже видите, наверное, пару раз в год, это не значит, что это примерно однородная связь, и вы можете одинаково, эффективно общаться со всеми людьми. Давайте дальше. Следующее. Такой себе расширенный круг доверия. Я о нем услышал, рассчитал, точнее, у Дейла Смолтона, достаточно известный эксперт в когнитивной психологии. Это не его данные. Собственно, о чем, что такое 15? 15 – это такой расширенный круг доверия. Это количество людей, которым вы доверяете больше, чем всем остальным. Такой себе круг людей, которым бы вы простили чуть больше, чем просто в среднем всем остальным. Сноуден ссылается на несколько исследований, в которых он об этом видел ссылки. Сами исследования не помнят, но, в принципе, от самого Сноудена, как по мне, вполне достаточно. Теперь из личного опыта я вижу, что это число вполне имеет смысл. Как мы это можем заметить на примере наших команд? Хочется, собственно, надеяться, что размер команды нашей Agile и Scrum команды будет поменьше, чем 15 человек. Размер команды будут говорить буквально на следующем случае. Но на практике получается, естественно, что вся наша команда попадает в этот самый круг доверия. И кроме этого в организации еще существует несколько каких-то точечных человек, случайно, для которых у вас тоже уровень доверия повышен. Опять же, эти связи могут образовываться как угодно. Это может быть кто угодно из любых отделов, начиная с секретаря, который там помогает, кто-то из админа, кто-то из маркетинга. Получится это подбор как угодно. Почему нам это важно и к чему это приводит? Собственно, вот этот круг доверия – это еще одна степень отсечки, когда начинается разделение на «мы» или «они». И, соответственно, если это разделение начинается, к чему оно дальше приводит, я думаю, понятно. Про ответственность тоже потом еще очень много говорить, но вот это напрямую соответственность. – А это круг доверия для нас у человека внутри компании, это число, или в целом для человека? – Отличный вопрос. Это для человека в целом. Соответственно, для семья тоже входит. – Вопрос замечательный. Ну, это ваше круг доверия, но вы же можете входить больше, чем в 15 круг доверия. – Да, конечно. – Удобно, да? – Удобно. – Удобно, но я не думаю, что это будет очень долго продолжаться. – Дарить вопрос. – Нет, нет. Вопрос заключался в том, что это ваш круг доверия, то есть он для одного человека, а в любую сторону – это не симметрично, то есть вам может доверять большее количество людей. – Конечно. – Давайте дальше двигаться. – Собственно, мы приходим постепенно к нашей «семерке», все наверняка слышали, что классические размеры команды – это скерам команды 7 плюс минус 2 человек. Первое, о чем мы будем рассказывать, это Джордж Миллер, отец когнитивной психологии, которая сформировалась в 20-м мире. И, собственно, о чем были его исследования, тоже эмпирические. Исследования были о следующем. Он изучал, так скажем, емкость канала. Он изучал короткую и многосрочную память человека. Вот этот, собственно, на слайде привел АЗУ, ну, как память, которая краткосрочная. И вот, собственно, что он образовывал? Что количество, что у человека есть вполне понятный и ограниченный объем краткосрочной памяти, которым человек может оперировать. Когда мы говорим про этот объем, то есть идет не объеме данных, а о, по сути, длительности и последовательности. То есть до этого мы можем запомнить ограниченное количество последовательностей. И, ну, вот это ограничение, это 7. Сейчас я пару примеров приведу, мне, наверное, станет понятно. Самый классический пример, который приводится, это номер телефона. Да, вот номер телефона 7 цифр, и это не просто так. Его, он как бы в эту память влазит, в этот наш буфер, его можно запомнить. Хотя понятно, что 7 цифр достаточно, есть всякие коды, но вот это уже оговорки вокруг того, чтобы в этот буфер влазить. Другой пример, часто приводимый, это если вам объясняют маршрут, как попасть из точки А в точку В, как прийти. Вот это еще один пример последовательностей. Вы, вероятно, сможете запомнить, если там налево, направо, направо, налево, два квартала, и вот эта длительность будет очень длинной. Еще пример отсюда, почему всевозможные консультанты обожают всякие простейшие модели, всякие матрицы 2 на 2 и модели с маленьким количеством классов, потому что они легко запомните, вам не нужна бумажка для того, чтобы с ними оперировать. Вот, это очень интересно и, как по мне, и что тут важно? Если возвращаться к примеру в жизни наших команд, то вы можете, допустим, в небольшой команде помнить, кто чем занимается в течение сегодняшнего дня, то есть какие у кого задачи. Если у вас в команде будет, допустим, человек 14, то вы тоже выбрали какой-то функционер. А, наверное, отмечать. Вот это, это, сюда же про память. Давайте дальше. Продолжаем про, собственно, размеры команды и сеть. Откуда еще с другой стороны берется этот наш классический размер команды. Собственно, очень важно не так само количество людей, как, по сути, связь между всем. Почему? Всегда, часто, мы говорим о командах, которые аджаевская, в частности, говорим о том, что это должно быть кросс-функциональная команда. Вроде, ну, повторяется много, все равно постоянно находятся вокруг этой кросс-функциональности какие-то недопонимания, поэтому я быстренько по ней еще раз проберусь. Собственно, кросс-функциональность ни в коем случае не означает, что все умеют делать все. Понятно, что это, в районе жизни, недостижимо, и, в принципе, у нас цель отходит. Кросс-функциональность означает, что вся команда, как в целом, может доставить продукт, собственно, с самого начала жизненного цифра, до реализации. Ну, либо продукт, либо какую-то часть продукта. Для того, чтобы такую команду составить, вам нужно, соответственно, полный спектр навыков и необходимого опыта для того, чтобы этот продукт создать. Вот, и, естественно, в такой команде у вас получаются отношения, постоянные связи все со всеми. То есть все общаются со всеми, потому что здесь и отображено. И количество таких связей в команде, ну, по-моему, просто считается. И, ну, вот я показал, как оно меняется в зависимости от количества человека в команде. То есть, он достаточно вызов. Это, до этого этапа, как бы, часто вспоминаемые вещи. Следующая мысль, ну, как бы, я ее не встречал, но смею предполагать и утверждать, что, вот, когда мы говорим связи между разными членами команды, ну, недостаточно считать просто одну связь, потому что общение между двумя людьми, оно не одинаково, не равноправно. Другими словами, если у вас есть два конкретных члена команды, Василий и какой-то Сергей, то совершенно необязательно, что они коммуницируют, общаются одинаково, допустим, легко. На каком-то примере, допустим, речь идет о том, чтобы один спросил о чем-то другом, допустим, один из них может спрашивать второго, а наоборот уже совершенно это не работает. И второй, первого спрашивают не будет. И, соответственно, у вас получается, что вот это направление этой коммуникации тоже играет роль, и система получается еще более сложная, соответственно, количество этих связей еще увеличивается, как минимум до 2 раза. Давайте дальше вот про эту разницу. Вот мы поговорили, что такое может быть даже в одной команде с вполне понятными нашими, Василием Сергеем. Хочу рассказать следующим человеком, модель Гмита Корстета. Он ее развивал с середины прошлого века и впоследствии, ну и дальше развивал не только он, но и его исследователи. Модель на следующем, он изучал различные культуры разных групп, небольших групп, групп побольше, то есть на уровне компании и, в принципе, уже очень больших групп на уровне, там, нации. Вот. И модель заключается в том, что существует 6 разных индикаторов показателей. Собственно, первая из них — это разница власти. Слушайте, а постоянно это делается? Да, я представляю. А все случаи видно. Страхно. Разница власти — это в оригинале на английском Power Distance Index, которого многие могли слышать. По сути, показывает расслоение какой-то группы с точки зрения власти, ну либо доступной, там, на примере, команды. На примере корпорации — это будет, по сути, высота вертикальная. То есть насколько велика разница между топом и на уровне какой-то культуры нации, это будет, ну, наверное, разница в расслоении социально-экономической. Следующий один — индивидуализм против коллективизма. Соревновательность. Избирание неопределенности, которое очень важно для строения agile команды, потому что agile команды очень часто работают с очень неопределенной какой-то средой структуры. Прагматизм и снисходительным. И вот я, собственно, привел эти показатели для трех стран. И, опять же таки, вот институт Хабстеда, который этим занимается, проводит эти измерения для разных организаций. И публикует мне просто статистику для стран. И вот я, собственно, привел результаты именно от штатов России и Индии. Сделано это не для того, чтобы начинать обсуждать то и по каким признакам ближе или дальше, кому будет легче или тяжелее внедрять, допустим, гибкие методологии. Это тоже интересный вопрос, но просто не тема нашего сегодняшнего разговора. Тут, что я хочу сказать. Понятно, что они отличаются и для разных культур, и для разных показателей. Могут быть очень разные, как вы видите. Соответственно, если у вас в команду входит, почему-то так получилось, представители разных культур, не зависимо от того, как у вас сидит все вместе или команда распределена, то то самое, о котором на предыдущем слайде мы говорили, общение, оно, собственно, еще усугубляется от этой культурной разницы. И если у вас есть представители больше, чем двух культур, ну, например, как Россия, Штаты, Индия, что, в принципе, встречается, ну, в моем опыте достаточно часто, потому что я с вами с Киева, и у нас чуть больше, чем здесь у вас определенные разработки, то это становится значительно тяжелее. Опять же, по каким-то характеристикам могут быть какие-то исходные показатели, они каким-то отличаются на нее в град, но отличаются они достаточно сильно, и учитывать это нужно. Собственно, следующий достаточно по мне тоже интересный инструмент – тест эмоциональной связи города Фрейдман. Что он сделал? Значит, брал разные группы, разные группы участников, людей. Первым, на первом этапе проводил следующее исследование. Он задавал вопросы из разгада, как человек громко говорит, как он удерживает внимание остальных, насколько легко общается человек с людьми. То есть этот тест проверял себе такую харизматичность, что ли, человека, харизматичность и лидерство. По результатам получались результаты те, у кого харизматичность высокая и средние и низкие. Дальше выбирали тех, у кого она высокая и тех, у кого низкая. Середину не использовали. Что вы с ними делали? Их приглашали в одно помещение, то есть в одну комнату, брали, соответственно, одного человека. По результатам потребовавшего следующее помещение. Ну, и били на такие пары, заводили комнату на две минуты, при этом они не общались. То есть они друг с другом не разговаривали. Ну, не общались, а по результатам не разговаривали. Две минуты выходили. Что вы думаете, что за две минуты происходило? Ну, не думаю, но очень интересно. Вот, тоже я когда результаты услышал, удивился очень сильно. Передавалось, во всех случаях передавалось настроение. При этом всегда оно передавалось в одну сторону. Если от человека с высокой корректной к с низкой. То есть если у первого было настроение хорошее, оно становится хорошее, у второго. Если это было настроение не очень хорошее, плохое, оно становится плохим у второго. При этом, опять же, они не общались, происходило это за две минуты. То есть национальное состояние передается очень быстро. Это, как бы, вывод отсюда один. И, я думаю, тоже многие из вас это испытывали и видели сами. Часто бывает достаточно пройти, допустим, по этажу, условно говоря, день, когда вы встали вниз с той ноги. И это занимаются и замечают все. Вот. И, то есть с одной стороны, эмоциональное состояние передается очень быстро, с другой стороны, опять же, оно неравномерно передается между всеми. Соответственно, если, возвращаясь к нашим командам, если у вас команда, в которой, условно говоря, какой-то из лидеров этой команды будет постоянно ныть, у вас со временем начнет имеется команда. И это точно так же работает в другую сторону. Если у вас лидер команды постоянно идет за собой, заряжает позитивом, то у вас будет аналогичная команда. Вот тоже вот этот эффект, я, поработая с дружинством команды, наблюдал и не раз. Это очень важно. Очень часто, как и другие аналогичные эффекты, происходит это несознательно, то есть подсознательно. И человек сам себе, собственно, не отдает отчета о том, что происходит и почему так происходит. И, ну, в случае, если, допустим, он, условно говоря, ноет и заражает этим всем команду, просто рассказать, вполне достаточно для того, чтобы эффект этот прекратить. Движемся еще дальше, собственно. Теория разбитых окон. Достаточно известный эксперимент в 90-х годах. Откуда пошло название теории из того, что если у вас разбиты окна в каком-то... Оно, вроде, в каком-то... Что-то произошло. Большое впечатление. Впочинялось, нет? Нет. Не поработать можно. Чего-то, да. Произошло страшное, но еще почему дальше будет. Спасибо. Так вот, окна, если у вас в каком-то небольшом районе побиты окна, то со временем это приводит к тому, что дальше окна бьются, и постепенно все приходит в запустение. О чем это? О том, что контекст очень важен, и контекст влияет на происходящее. На фоне этого был проведен известный доказательство этой штуки. Достаточно известный эксперимент. В общем, следующее было сделано. В 90-х годах в Нью-Йорке, в общем, в целом Нью-Йорке, было большое количество проблем с криминалом в городе, скажем так. Город был достаточно опасен, и, пожалуй, самым опасным его местом была подземка. Проблема надо было как-то чинить. Новый шеф полиции, если не ошибаюсь, на тот момент решил проблему атаковать следующим образом. Он начал с того, что боролся с граффити в метро. Все метро было из полностью покрыто граффити, то есть все обороны, все было полностью расписано. И, ну, там, достаточно жестко за это взялся, то есть они, с одной стороны, сначала полностью все почистили, и, с другой стороны, на конечных станциях, когда поезд разворачивался, вот, если появлялись новые какие-то рисунки, их очень быстро закрашивали. То есть приводили к тому, что все борьбы были очень чистые. Казалось, вот такая связь между преступностью и граффити. Была прямая связь и... Но вот это было точкой разворотной, после которой началось постепенное улучшение ситуации. И постепенно, опять же, это не единственное, что делали, для того, чтобы преступность по борю. То есть там, потом, другие тоже маленькие, маленькие такие шаги, между которыми, там, прямой связи вроде бы не было беден. Другой из таких шагов это было, насколько я помню, стали бороться с неоплаченными проездами. Ну, потому что, опять же, когда... То есть многие не платили просто, там, пробегающие инструменты, это видели другие и, соответственно, вели себя точно так же. Ставили полисмена и устроили какой-то очень большой штраф. Соответственно, очень быстро, потому что мы стали за этим следить. Проблема удалось починить. И вот, меняя точкой контекст, смогли добиться необходимых изменений. А это сносит почему. Потому что, с одной стороны, контекст важен. Контекст очень влияет на происходящее, и в команде происходит то же самое. И, с другой стороны, если у вас, там, выбивается какая-то маленькая подлюха, то она может за собой, ну, подвигаясь человеком, они могут за собой потянуть всех остальных. Несмотря на то, что они строят свой внешний спец. И вот тут мы уже начинаем, главное, переходить к ответственности. Он платил какой-то плакат про борьбу с людьми с львами. У нас он больше известен под анекдотом о том, что если за двумя, ну, там, выляя за другом, вы встретили медведя, то, в принципе, это еще не конец, а он достаточно всего лишь бегать скорее, чем глюв. Точно так же, по сути, происходит в команде. Если у вас, в общем, команда скатывается к самому низкому уровню. То есть, у вас есть какой-то показатель работы, показатель работы, это не очень хорошо, какой-то, ну, там, не знаю, уровень, допустим, там, качество, которое вы соблюдаете, уже там приняты команде. Если он может быть не размер, но с первого будет тенденция к тому, чтобы скатываться вниз, а не подтягиваться наверх. И, вот, опять же, спрятаться за спину, и мы снова возвращаемся к размеру команды. Чем больше у вас размер команды, тем больше подсознательный эффект, подсознательное желание спрятаться за вас. Что это означает? Чем больше у вас размер команды, тем больше у вас людей в команде, которые смогут сделать какую-то работу вместо вас, соответственно, если не вы. Если у вас команда маленькая, то, например, 4-5 человек, то с большой вероятностью постоянно вопрос ставится так, что, собственно, если не вы, то никто. Получается, либо вы сделаете, либо вообще сделано не будет. В команде 14 человек, у вас почти наверняка будет еще один или два человека, которые это тоже могут сделать. Естественно, это кардинально влияет на принятие ответственности. Я это, опять же, при работе с командами не видел, очень много. Опасность тут заключается не в том, что не люди плохие и, там, я не знаю, при размере команды чуть больше решают, о, нет, я уже не буду делать. Проблема в том, что это происходит снова на подсознательном уровне. Просто, допустим, когда вы на стендапе разбираете свои задачи, либо обсуждаете какие-то зависимости, вы понимаете, что есть еще два человека, которые, в принципе, могут подстраховать и это сделать. И потом, собственно, вот это понимание мешает вам это перепроверить два раза. И на следующем стендапе вы снова прибываете в ситуацию, когда никто из вас троих этого не сделал. В команде, когда такого выбора нет, намного чаще все-таки это решается и, собственно, так это происходит. Давайте дальше. Уже Ахмед сегодня, это сильно, конечно, заспорили, но это о чем? Начинаем чуть-чуть говорить про трансформацию, изменение организации. И там есть три разных среза. Культура, культура и процесс. К сожалению, очень часто. Все изменения начинаются с процесса. Ну и там, естественно, Scrum, Kanban, процесс. Способ, как мы работаем. И, опять же таки, к сожалению, часто там они не заканчиваются. Потому что даже ваша структура может не поддерживать эти процессные изменения. И уж тем более культуру. Отличная была фраза от Генрика Кнингера. Одну из последних конференций. Модификация буквально известная фраза о том, что культура съедает процесс на завтрак. Это к тому, что не изменяя культуру, в сути, любые процессные изменения будут достаточно легко. Из того, что я вижу, буквально повсеместно, работая с компанией. Ну там, допустим, мы начинаем со Scrum. Сам по себе Scrum вызывает какое-то минимальное отторжение, которое адресовать достаточно тяжело. Но вот что вызывает уже очень сильное отторжение – это структура команды. И изменения вокруг того, как люди работают, а это, по сути, структура. И вот тут уже становится значительно тяжелее. Понятно, не меняют команды. У вас там эта Scrum просто разобрется всего лишь второй уровень. Вот тут, собственно, что еще интересно. Это тоже чисто эмпирическое число, которое встречается очень-очень часто. О том, что многие изменения в компаниях, как то, например, время Java, у них есть критическая точка во времени – это 12-14 месяцев. Через 12-14 месяцев очень часто наступает отказ назад в прошлом. Почему 12-14 месяцев? Потому что процессная часть накатывается значительно скорее и начинает как-то работать. Но в течение этого времени, еще до этого времени, становится… Понятно, в начале, поскольку часто эти изменения начинаются сверху, все играют по новым правилам. При этом, если не запрягивается ни структура, ни культура, то рано или поздно это, как бы, начинает надоедать и быть тягость людям. И потихоньку, через такое время, уже чувствуют возможным, как бы, новый процесс саботировать, условно, и потихонечку возвращаются к старым точкам. Почему саботировать слово? Потому что, по сути, новый процесс не был вообще никак не инкубирован, не поддерживался ни структурой, ни культура. Актуальный достаточно вопрос в связи с этим – трогать, надо ли не трогать команды. Что тут? О чем это вообще? Я привел две, наверное, самые распространенные модели командного образования. Это Такмана и, в принципе, выслейд Сибы. Это модели о жизни команды. Да? О разных фазах, для каждого этапа жизни команды. Их там, на самом деле, есть еще несколько. Это, наверное, самое популярное. В целом они о чем. О том, что разная группа людей, опять-таки, независимо от того, это разработка или не разработка, проходит через одинаковые этапы в своей жизни. И, ну, там, этим этапом свойственны разные исходные характеристики, исходные сложности. Что, собственно, нам будет интересно. При изменении состава команды, в общем случае, вы падаете на начальный опыт. Соответственно, вам надо будет по всем этапам проходить снова. Это может происходить скорее, чем это заняло изначально. Но, опять же таки, в общем случае, вам придется этот путь проходить. Поэтому у нас в Agile не столько популярны команды, которые мы стараемся со временем не трогать, для того, чтобы они были на свой путь условно-непроизводительность постоянно на местной работе. И тут снова чуть удары, потому что понятно, что бывают ситуации, когда по каким-то причинам команды нужно все-таки менять состав, просто нам нужно держать в голове то, что будет некая цена, которую мы заплатим за эти изменения. Ввиду этого, опять же таки, вот эти схемы большинство мастеров, менеджеров, проектов, в себе представляют, и как бы вывод, галочка в голове, которая сделана, о том, что максимально команды трогать не нужно. Так бы окей. При этом, если у вас возникает человек, который почему-то по каким-то причинам в команду попал внутрь, и культуру не интересоваться в команде, то, опять же, со временем он может своим поведением постепенно эту культуру развалить. Давайте на каком-то там самом простом примере, я не знаю, с опозданием на стенах. Допустим, у нас была команда, которая для многих, если не актуальна, то, как минимум хорошо знакомна. Представляем, у нас была команда, которая на стендапы ходит, появляется какой-то новый член команды, которая на эти стендапы не то, что не ходит, ходит, но очень часто опаздывает. В такой ситуации, собственно, возможно два пути развития событий. Первый путь развития событий. Со временем он втягивается, принимает, как бы, командную культуру и понимает, что это важно, начинает на стендапах переходить, ну, к нему на уровне всех остальных. Ну, то есть подтягивается. Либо второго дня, этого не происходит, и команда его выдавит. Ну, то есть, либо он сам понимает, что он не идет, не подходит и уходит, либо команда его выдавит в свой состав. Опять же, я понимаю, что это звучит странно, например, со стендапом, но, в принципе, даже со стендапом уже такое может произойти. Опять же, я могу представить, если какой-то другой пример, какой-то другой пример может казаться странным. Сначала, например, у вас вся команда приходит и работает, например, с двух часов дня, а при этом по новой членой команды он хочет работать с девяти. Казалось бы, тоже, в принципе, противоречия нет, но вписаться в такую команду ему может быть достаточно тяжелой. Что с новыми командами? Там чуть тяжелее, потому что вот это формирование культуры, оно проходит, соответственно, чуть дольше, и там, ну, будет значительно больше шансов, чтобы просто при каких-то товарищах, которые в нашем примере стендапы не ходят, то просто скорее это откроется, и практики со стендапами не получатся. Почему это? Потому что культурные изменения занимают значительно больше времени, чем процессы, и это было, вспоминайте вот этих других, культурные изменения значительно больше. и их очень важно тоже учитывать и избавлять. И если вы не видите никаких изменений, то я бы советовал какие-то, возможно, более активные действия по сравнению, конечно, с тем, что сейчас встречаю я, потому что очень долго ждут и надеются, что человек каким-то образом свою культуру адаптирует к культуре команды, очень сложно впишется в команду, но очень часто этого не происходит. И, опять же, нужно понять, вообще есть какое-то желание и движение со стороны человека к рейде. Следующий интересный, как по мне, момент Харман, он, собственно, написал книгу, плюс еще много популярных исследований, он всю жизнь очень много занимался исследованиями работы команды, вот, и один из интереснейших находок, ну, следствие его исследования следующий, о том, что производительность, эффективность команды на 60% закладывается в дизайне команды, и по дизайну мы понимаем, прежде всего, состав команды, но не только, а также присутствие целей команды, присутствие инструментов, необходимых и так далее. На 30% успех определяется запуском тем, как команда запускается, то есть самым первым этапом жизни команды, не всего лишь на 10 последующих интервенций. Опять же, ну, там, первые 60, чтобы было понятней, ну, там, на каком-то простом примере, смотрите, если у вас, допустим, команда, которая должна уложить асфальт на улице, при этом у вас в этой команде нет ни одного человека, который раньше вообще занимался выкладкой асфальта, и вообще понимает хоть что-то выкладкой асфальта, то у вас будет достаточно много проблем с эффективностью на этой команде. То есть если у вас люди, которые тогда входят, не в состоянии мне эту работу сделать, то, по мне, блокер для дальнейшей активности этой команды, и, к сожалению, все равно в разработке софта такое часто встречается. По другой стороне проекта, предположим, у вас команда опытная асфальтов датчиков, которые вместе работали, все прекрасно, но при этом какого-то катка или асфальта у них нет, то есть не хватает какого-то данного доступа, это все только те же 60%. Вот, это, с одной стороны, и другой еще, собственно, чего мне было очень интересно, о том, что какие-то последующие интервенции, сюда такой коучинг, коучинг, консультанты, это всего лишь 10%. То есть очень часто после сложности и вначале уже дальше что-то исправить можно только путем любосознания в каком-то виде команды. Движемся дальше. Приходим к, значит, будет два упражнения, вот, собственно, первое из них. Упражнения будут за каждым из столов. По этому, опять, если у вас за столом двое, либо один, я бы вам предложил как-то перегруппироваться, чтобы было интересно. Потому что, ну, один-два человека будет много. Ну, смотрите, это одно ваше упражнение. Собственно, первое, быстрое, следующее. Я вас прошу сделать такое. По сути, представиться, да, то есть рассказать, кто, откуда, какая ваша роль в организации, и, собственно, подумать и поделиться вашими ожиданиями конференции и какими-то находками за сегодня. То есть, что интересное для себя вы уже услышали сегодня. На этом у нас есть три минуса. Это нам будет, опять, это не просто так, это нам будет нужно в следующем упражнении, а сейчас мы после упражнения перейдем уже прямо к ответственности и принятию ответственности. Продолжение следует. КОНЕЦ. Продолжение следует... 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 две таких фаз серых. Первое отрицание, по сути, нулевой шаг, когда вы, в принципе, не принимаете программу еще, не переводите ее в осознанное, и, собственно, с любого шага, на любом шаге нужно остановиться, не дойти доверху, не взять на себя ответственность, а вместо этого сдаться и просто проблему дальше в доверху. Почему это важно и, может быть, интересно? Путь к решению следующий. Опять же, многие про это не знают. И Эверик говорит о том, что, в принципе, это достаточно, с одной стороны, осветленность про то, что происходит подобным образом, о том, что процесс так работает. Следующее, это, в целом, желание на себя ответственность брать. И вот тут уже команда может вам очень сильно помочь для того, чтобы подобную практику вырабатывать. Как многие практики, многие привычки, вырабатывать в команде, в общем, в какой-то группе людей, значительно легче, чем если вы будете вырабатывать только сами для себя. И уже хотя бы вот просто, ну, вот, кстати, вот этот вот слайд, по сути, вот этих фазов, он доступен, его можно как плакатер скачать, повесить у себя в общей зоне, где работает команда, команде про это рассказать. И просто дальше происходят достаточно интересные эффекты. То есть, в принципе, команда начинает помогать друг другу, как минимум, отдавать себе отчет где, кто остановился. Ну, то есть, там, начинают люди друг другу говорить, а, вот ты тут или ты там тут. И просто переводя это в сознательную часть, уже проще делать дальнейшие шаги. Ну, и опять же таки, постепенно привычку этого работать можно. И тут мы переходим к следующему упражнению. Собственно, упражнение следующее. Смотрите. Сначала каждый для себя. Я вас прошу вот по результатам того, что вы сегодня уже услышали, узнали, подумать про какую-то одну вещь, ну, которую вы на конференции услышали, которую вы могли у себя в команде внедрить. Ну, там, попробовать. Какой-то один совет из того, что вы сегодня поняли, узнали, который мог бы вам принести больше. И потом, после этого, по очереди, во-первых, рассказать коллегам, собственно, что вы собираетесь делать, почему, что вы этим хотите решить. И, опять же, желательно, не обязательно, но если вы готовы, помещаясь, собственно, с остальными, поделиться результатами этого эксперимента. Я думаю, от этого вы играете. Ну, с одной стороны, вы будете больше и более мотивированы это таки сделать, а остальным будет очень интересно получиться на вашем опыте. На это у нас 5 минут. Я понимаю, что мы чуть-чуть бываем, но это уже почти совсем конец. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...